Беларусь Супростояние демократичной журналистики и режима Леня, Леня, подойди к этому микрофону и скажи, что тут херня творится Подойди к микрофону и пускай пропустят В чем дело? Так вот наши коллеги стоят Что это вы их пустили, она слышит Вот делать нечего История Беларусской ассоциации журналистов Починалася тут, в историческом центре Нинска 15 лет тому Яна Мельникова, вся про правление БАШ Тогда ходила в школу И никакого дочинения до начала этой истории не имела А ли сегодня эту историю протягивая Привитанье, Яна Тяжкий шлях, да? Свободу слова Ну, не просто, тем больше, что я на абсцессах, конечно Але я думаю, что заберемся Лиспица, это никак не символ шляху до вершин демократы Просто там на версе, ближе до зорок Ясная БАШ Махчима, в этом помешканне под самым дахом У лепшые часы открыть музей незалежной прессы А зараз, таки вот степлый офис, былое горыжче И як за усёды, шмат справ Яна, а які сёння основные новины на Бажовском сайте? Конечно, першая верстная для усіх Это дата, коли уступила в силу наш закон об фильтрации интернет-паслугов И зараз мы усе чекаем, какие сайты будут сблоковать А як вы лечите? Это реальная погроза? Можно блоковать сайты? Я думаю, что, конечно, держав, разумею, что я нахожу хэта зарабить Але мне подается, что это як высушить океанах, это немахчима Для меня лично, что изменилось в журналистике, могу сказать Мне кажется, что в начале 90-х в журналистике было больше смелости Сейчас больше осмотрительности Осмотрительности этого дискаша народной воли Налеты на редакцию, обыски, слежка, вызовы на допросы Вот на этих снимках оперативники изымают у твоей коллеги Марины Коктыш То, что они считают компроматом Что это? Тотальная спецоперация? То, что журналисты под особым контролем Это всегда было у Александра Лукашенко во время его правления Но плюс к этому в этом году добавились вот эти внутренние разборки внутри команды И, естественно, внутренние разборки Это не один другому там фингал посадил А это чемоданы компромата, образно говоря И вот куда, кому, от кого, почему, через кого и что Вот я так думаю, это вторая была цель этой акции И третья цель – это, безусловно, просто тупо и банально запугать Во время Великой Отечественной войны была написана песня военных журналистов Кто-то, наверное, помнит ее в исполнении Леонида Утесова В 98-м году, после дела Шеремета Завадского Возник наш, доморощенный ремейк этой песни Там, где мы бывали, там нас кефепали Репортер получит не вина Про печать законы мужики в погонах Сочиняют, но не навсегда Долг зимний вечер, но и он не вечен Мрак и снег всегда весны пролог Мы напишем, братцы, главные абзацы Пламенный веселый некролог Ситуация действительно в канун выборов складывается в республике со средствами массовой информации очень тревожная Если раньше мы были знакомы с такими методами борьбы со средствами массовой информации, как нарушение элементарных, законных, профессиональных прав журналистов То на сегодняшний день, по сути дела, налицо нарушение конституционных прав граждан нашей страны И заключается оно прежде всего в том, что люди будут лишены информации объективной, правдивой в свои времена Премия имени Андрея Сахарова, присуждаемая за достижение власти защиты прав человека и развития демократии, в этом году будет вручена Белорусской ассоциацией журналистов Президент Европарламента Хосе Баррель назвал это очень положительным событием, подчеркнув, что прошедшие в Беларуси парламентские выборы и референдум показали, что все, кто борется за свободу слова в этой стране и других государствах мира, должны получить поддержку Белорусский режим очень жестко подавляет независимую прессу, говорит генеральный секретарь Международной федерации журналистов Эйден Айт Эта страна в настоящее время представляет собой бесспорно самый серьезный источник для беспокоенности международных журналистских ассоциаций И в этих условиях, как журналистская организация, БАШ заслуживает всяческого уважения Баронячи свои правы, по сути, мы бароним правы 10 миллионов людей нашей краины отрымливать информацию Мы вельми много дискутовали и отчували, что надошел кризис, период кризису, баченню перспективу Мне подается, что на сегодня мы пережили вот этот складанный час У этой ситуации, воротовальник, это только солидарность Только когда мы отчуваем плечо один-одного Когда у нас есть понимание того, что нашу профессийную обязанность никто не выполняет, кроме нас Белорусская журналистка сегодня живет, я бы сказала, под девизом Все, что вы скажете, может быть, выкрыстанно супраць вас Но это все равно не перешкоджает быть принциповыми и не гублять стандарты журналисты Свой артикул «Вясна-2006» журналист Андрей Денько написал у турэмной камеры До речи, той год был особливый и для газеты Улады по-своему отзначили юбилей старейшей белорусскомовной газеты Как раз у год юбилея был арештованный редактор и подрехтованный прессуд газеты У нас сегодня той редкий выпадок, когда человек, пишучая у нашу Ниву, действует в отповедности 100% Со своими переконаниями и идеалами Такое, саправды, не у каждой переходной края не удается Гэта не просто працца теперь, гэта так сама грамадянский обвязок Гэта вельми важно Так вышло, что 21-го века и меня затрымали И тогда, разом с десятками людей, я так сама потрапил в камеру Так вышло, что я там написал репортаж от Туль Який мне удалось передать сюда на волю Он был надрукованный, что до того, как я сам вышел на свободу И я гу пераклали на 8 европейских мулов Видаете, тут Турма дала мне Дала мне вадомость, калі в учаце Было по-своему натурально, что я провел гэтаи дни разом со своими читачами Бо многие наши читачи были так сама там И в одной камеры со мной сядзели читачи нашей газеты В 2006 году шеф-редактор газеты Андрей Дымко И фотокорреспондент газеты Юлия Дорошкевич Стали лауреатами прэмии имя Дмитрия Завадского Их встречали цветами и объятиями Поэта и журналиста Владимира Никляева и Сергея Возняка Организаторов гражданской кампании «Говори правду» Но оказывается, говорить правду – это уже состав преступления Со всеми возможными последствиями Прежде чем сесть за редакционный компьютер Лейтенант Сергей Возняк освоил и такой инструмент Пулемет Калашникова танковый Тогда был танковый экипаж Сегодня редакция, баш Сергей, это что, такая связь времен? Прости за штамп Нигде чувство локтя я так не чувствую, как в баже Когда у наших коллег были неприятности Судебные преследования Аресты, избиения Препятствия в деятельности различные Я участвовал в акциях солидарности всегда И когда меня в мае на 72 часа За решетку в камеру к уголовникам посадили Коллеги проявили солидарность Я потом на свободу, когда вышел, я там ночь из интернета не вылезал И читал все эти вот в нашу защиту Ассоциации такие есть, как будто я вот в танковом экипаже Гореть так вместе уже будем гореть Побеждать так вместе побеждать Вот у меня в баже есть такое ощущение тоже А нет ощущения, что это все безнадежно? Ведь против вас такая сила История же показывает, да? Рушились такие, казалось бы, прочные режимы Поэтому однозначно победа будет на нашей стороне Вопрос времени Сейчас, наоборот, есть ощущение, что это время уже достаточно близко Баж и незалежная медия – это объединение оптимистов Тому и сновали, и будут основать Вольное слово, объективная информация, незалежное меркование У интернета, у эфиры и на сторонках газет Эти оздымки сделаны на баженках Некто назвал их святом молодых, пригожих и веселых Ну таки бажишь, что сего 15 годов Как говорят, все напереде Тому и у баженок все напереде Это же бажевский ноу-хау Ха-ха-ха-ха А по-другим тупли, треба по-полторы Молотое пиво, за все дышу Третий куполь, бынь, ем за нас, за малойца У капсетила солнца, у наша его конца А по-третий купли, треба по-полторы Молотое пиво, за все дышу А наша история протягивается Тому вернемся на круги свои На шлях, як завжды Простерни до зорок Хаеба-лезвицы Так и она